Хоу-хоу-хоу! Всем привет, друзья! С наступающим Новым годом, а также привет тем, кто ворует у нас трафик с беспонтовой рекламой курсов перед роликом. С вами Джон Кормилицин, и это 31-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Для начала отметим, что все компании вышли на каникулы. Ну и продлятся они приблизительно до 4 января. В это время поддержка будет либо вовсе приостановлена, ну либо осуществляться, но с большим опозданием. Поэтому следующий новостной выпуск будет только через 2 недели. Ну просто новостей не будет. А теперь к ним. Neki выпустила новую бесплатную бета-версию каскадер 2020.3b. В последнее обновление добавили возможность отображать траекторию движения и вращения объекта. Улучшили автопозиционирование. Эта функция предсказывает позу, ну и автоматически ее настраивает. На данный момент автопозинг работает только со стандартными моделями каскадер, а вот с пользовательскими пока нет. Также программа теперь поддерживает интерполяцию безе-клэмпед, ну аналогичную функции Auto Clamp Blender, ну или функции Auto Maya. Она поможет решить проблему, когда ноги модели уходят под землю, ну и еще устранили небольшие баги. Версия для macOS планируется только в долгосрочном периоде, а это значит, что скорее всего не ранее 2022 года. В экспериментальной сборке Blender 2.92 Alpha уже сейчас можно протестировать Asset Manager, предназначенный для сохранения и доступа к моделям, а также материалам, освещению и многому другому. Браузер позволяет выбирать библиотеку для просмотра, назначать категорию для отображения объектов, ну а также просматривать и редактировать метаданные. С помощью Asset Manager можно хранить данные для повторного использования, ну и получать к ним доступ из любого проекта. Уже две недели я использую Kingston SSD KC2500. Этот накопитель ускорил производительность системы в разы. SSD это крутейшая замена старых HDD накопителей и при этом в 10 раз быстрее. Ну а Kingston, как ты знаешь, одна из самых качественных и запоминающихся компаний по производству памяти. SSD выглядит как вот такая маленькая плата, которая очень просто вставляется в ваш ПК. Наличие KC2500 сэкономило мне сутки времени просчета на загрузку уровней в Unreal. Модели Kingston не требуют каких-то дополнительных драйверов для разгона. KC2500 доступны в вариантах от 250 гигов до 2 терабайт. Ну и по цифрам, данная модификация поддерживает скорость передачи данных до 3500 мегабайт в секунду. В сравнении с тем, что скорости у обычных SSD SATA доходят до 550 мегабайт в секунду, ну а у древних жестких дисков до 100 мегабайт. Разница? Ну разница, как видишь, очень большая. Если надумывал приобрести хороший SSD, то ссылочка на топовый вариант в описании. Сам пользуюсь и поэтому советую. Недавно вышло бесплатное обновление Marmose Toolbag 4.01. Эта версия включает в себя многочисленные исправления ошибок и небольшие улучшения. Ну и еще сегодня заканчивается рождественская скидка в 15% на первые 12 месяцев любой подписки, ну и 15% на любую бессрочную лицензию Toolbag 4. Все ссылочки в описании. Компания Твори представила крупное обновление своего VR-приложения. Внедрили новую точную систему выделения и касания объектов. Теперь выбор деталей идет именно вблизи поверхности. Обновили контекстное меню, добавили библиотеку значков пользовательского интерфейса, улучшили обновление меток элементов временной шкалы, а также исправили проблемы с повторной синхронизацией, выбором и копированием ключей. Ну и еще обновили Твори Стартер, в котором появились новые функции, отображающие все виды кистей, ну а также временную шкалу и виртуальные камеры. Ну и еще множество других исправлений и улучшений, все они в описании. Кстати, скоро с этими ребятами мы сделаем офигительный выпуск, обязательно подписывайтесь и не пропустите. Спин VR запустил Ультра Рендер, систему GPU рендеринга в Брио, ну в своей облачной платформе AR, VR и 3D презентации. Новый движок поддерживает паст трейсинг, ну и рендерит фотореалистичную картинку в реальном времени, имеет собственные материалы и включает систему Sun and Sky. Пока что он предназначен исключительно для создания статических изображений. NewKigara анонсировала Aketsu 2020.3 Этот софт предназначен для анимации персонажей. Обновление включает в себя новую бета-систему Dynamic Parenting, ну или Space Switching. Те, кто не знаком с этим, поясним. Dynamic позволяет выстраивать связь между объектами по типу наследования. Другими словами, родительский объект является источником пространства для дочернего элемента, ну который при совершении действия наследует все преобразования. В отличие от древовидной иерархии, это ограничение является динамическим, ну и может происходить непосредственно во временном промежутке. Для примера можно привести процесс жонглирования, ну в котором мяч сначала связан с одной рукой, а затем с другой. Ну а также разработчики отмечают, что новая система экономит время за счет сокращения ручной настройки ключевых кадров. Обновили встроенного персонажа AK Boy Test, немного подкорректировали саму модельку и доработали базовый риггинг. Добавили летающую доску и пистолет для Sky Surfer. Также внесли улучшение и исправили ошибку, ссылочка в описании. Напишите, кстати, в комментариях, кто использует Акетю, 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 Ак... Эту программу. Вышло обновление Kintool 2021.1. Kintools – это набор дополнений для Nuke и Blender. Эта версия включает в себя плагин FaceBuilder, который используется для создания текстурированных 3D-моделей головы на основе сканирования. В обновлении представили встроенные Blendshape Facts, которые связаны с данными о характеристиках лица, ну собранными в бесплатном приложении LifeLink Face для iOS от Epic Games. Помимо High Poly представили альтернативный Low Poly и Mid Poly версии геометрии головы. Также улучшили симметрию базовой топологии головы, ну и улучшили шею. И еще Kintools представили скидку, ну конечно же, в 21% на все лицензии. Действует до 1 января 2021 года. Ссылочка в описании. Вышел Майнкрафт 1.2 от BaseFound. Если пользуешься, тоже напиши в комментариях. Анимкрафт – это инструмент для создания многоразовых библиотек анимации. Программа обеспечивает передачу движения между любыми гуманоидами, ну и некоторыми четвероногими персонажами на основе ключевых кадров, ну и контроллеров. Анимкрафт позволяет передавать анимацию между 3DS Max, Blender Cinema 4D, Maya Unity и Unreal Engine. В предпоследнем обновлении 1.1 были улучшены инструменты анимации, добавили возможность редактировать частоту кадров и количество циклов. Также осуществили поддержку Bridge IK – система автоматического рига, ну позволяющая создавать риг на импортированного персонажа, а затем отредактировать его движение. Внедрили систему динамики на основе Physics, что позволило предварительно посмотреть, как одежда или реквизит будут двигаться вместе с персонажем. В последнем обновлении 1.2 исправили более 150 ошибок, выпустили бета-версию Spine Retargeting, которая необходима для повторного использования и переноса анимации между персонажами. Escape Motion выпустила Rebuild 4, предназначенную для цифровой живописи. Эта программа имитирует реалистичное поведение краски с плавным течением и смешиванием. Добавили новую систему для воссоздания реальной масляной или акриловой краски. Обновили систему Impasta, которая воссоздает штрихи и гребни на краях мазков густой краски. В обновлении также переработали систему акварельной краски и добавили новую систему наложения. Ну и кроме этого, еще, как всегда, пару улучшений и исправлений. Спасибо, друзья, за просмотр! Скоро Новый год, наконец-то! Наконец-то! Ребят, давайте отличаться от всех. Напишите, пожалуйста, самый грустный момент в своей жизни за этот год. Насколько сильно будет грустна эта стена, настолько сильно я напьюсь на Новый год. А заходите к нам в сообщество, участвуйте обязательно в конкурсе, в последнем конкурсе. Ну, там увидите. И до новых встреч, ребят, уже в новом году!